чтобы поприветствовал нас Иван Иванович Павловарчук, зам главы города по экономике. Дорогие друзья, даже не только поприветствовать, я бы хотел к вам тоже обратиться с конкретными предложениями. К сожалению, я не смог прослушать те доклады, которые здесь были все. Но Замир нас информирует постоянно о той работе, которую вы ведете. Мы присутствовали на тех презентациях, которые были подготовлены ребятами. Поэтому мне бы хотелось на что обратить ваше внимание. Во-первых, хотелось бы обратить ваше внимание и проинформировать вас о том, что в районе происходит серьезное очень изменение, которое закладывает перспективы того будущего, в котором вам предстоит жить и работать. Были приняты очень серьезные решения в последнее время на высоком правительственном уровне. 8 августа, в частности, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление правительства номер 826 о создании в Ступенском районе особой экономической зоны. Таких особых экономических зон их не так много в Российской Федерации. В Московской области только одна научно-внедренческая производственная зона в Дубне. А промышленно-производственного типа такая зона в Московской области вообще первая. Ближайшая находится в Липецкой области, в Датарстане. Но здесь в Центральной России, в Московской области такой зоны до этого не было. И, безусловно, вот сейчас это даст очень серьезный толчок к развитию экономики, к развитию инновационной деятельности у нас в Ступенском районе. Потому что ежегодно будет приходить не менее 8 инвесторов, не менее такого же количества предприятий будет вводиться каждый год, не менее 700, а так до 1000 рабочих мест будет создаваться, инвестиции пойдут. Поэтому для нас это очень серьезный такой толчок для экономического развития. Это с точки зрения плюсов. Но в то же время на нас налагается определенная ответственность. Для кого мы создаем эти условия? Или сюда будут приходить высококвалифицированные подготовленные кадры из других регионов. Может быть это будут иностранцы, может быть это будут приезжие специалисты. Или это будут наши люди, которые будут работать там, которые будут генерировать новые технологии, новые идеи реализовывать. В общем-то ответ на этот вопрос зависит от того, как мы с вами построим свою работу и чего мы добьемся. Кроме этого, на прошлой неделе мне пришлось побывать в Министерстве промышленности и торговли, где было совещание проведено по вопросу создания кластеров. И вот я как раз вспоминал о нашей с вами совместной работе, когда был на этом совещании. Там выступали разные регионы. И вот руководство того или иного региона говорит, а у нас действующий кластер, вот у нас предприятие, вот такие всякие, вот у нас образовательные центры. Встает второй и зеркальным образом повторяет то же сказанное. А вот у меня предприятие, а вот у меня кластер. И вот модератор, заместитель директора департамента новых технологий, вот он пытался от всех их подтолкнуть. А что такое кластер, помимо существующей совокупности предприятий? А что надо для того, чтобы этот кластер эффективно работал? И вот очень похожая ситуация повторяется у нас с вами в нашей дискуссии. Вот у нас есть идея. Задают вопрос, а что вам, ребята, что вам надо для того, чтобы эта идея пошла, чтобы она реализовывалась? Вот сложно бывает ответить на этот вопрос. Поэтому здорово, что вот за мир собирает такие встречи. И в конце концов, ясность она рано или поздно наступит. Лучше, чтобы она наступила пораньше, что нужно для того. Когда мы говорим инновация, нам кажется, что это вот инновация на то, что вот сейчас Цукерберг придумал или там еще кто-то, Стив Джонс, понимаете? А вот мне сейчас пришлось как-то перечитать биографию Туполя. Вы знаете, с чего начинал Туполин? Он начинал с того, что на берегах Ялзе он с деревянными крыльями пытался взлететь, понимаете? Это в 1910 году. И Королев был его учеником. Все они были учениками Жуковского. И на протяжении одного жизни, одного человека, понимаете, вот такая эволюция техническая произошла. От деревянных самолетов, от деревянных крыльев и до стратегических бомбардировщиков, до самолетов, то есть техническая мысль, которая вот в конструкторском бюро Туполева достигла высот в развитии авиастроения, она так до сих пор не произойдена. И все это на протяжении жизни одного человека. В 1910 году Туполев был студентом МВТУ. И они когда по заказу Жуковского там авиационную бомбу пытались сделать, они паяльником ее начали паять. И хорошо вот там кто-то их одегнул, сказал, ребята, корок-то сейчас взорвется, иначе не имели бы Туполя. И все это вот на периоде жизни одного человека, понимаете? Поэтому насколько шагнет вот сейчас вот техника на период вашей жизни, будет зависеть от того, во-первых, как вы поработаете, а во-вторых, какие условия для вас будут созданы? Вот у Туполева был Жуковский, у Королева был Туполев и так далее. То есть были учителя, которые давали им возможность продвигаться. Но с другой стороны, нужны и условия нужны, понимаете? Когда Туполев строил свои самолеты, ему правительство страны, ему давало практически неограниченные финансовые возможности. Вот он Туполев, он вспоминает, что, говорит, я, говорит, вот долго, говорит, сомневался, сколько надо просить на центр, на ЦАГе, на центр авиастроения, то ли 200 миллионов, то ли 250. И, говорит, никто не мог мне объяснить, вот из чего эти миллионы складываются. Я, говорит, спросил, где завод построен? Ему, говорит, да, вот есть такой город, где построен завод, и там 150 миллионов рублей, значит, вложили и вот построили современный авиационный завод. Говорит, где? Он, говорит, в Ступино. Вот он поехал в Ступино, посмотрел, потом вспоминал, говорит, да, говорит, и, говорит, и завод построенный, и школы, и, говорит, и электроподстанция мощная. Говорит, вот так вот надо строить. Я теперь понял, что вот если мне дадут 150 миллионов, то, говорит, я, говорит, такой центр построю. Туполев разобрался, понял, для чего нужны были деньги, понимаете? Он не говорил о жилетсках, он говорил, что вся инфраструктура нужна тоже, в том числе и социальная. И вот мы, когда с вами говорим сейчас о кластерах, о условиях для развития инноваций, мы говорим о том же самом. Но, к сожалению, у нас, как и у Туполева, нет четкого понимания вообще, что для этого надо. Вот, поэтому у нас сейчас масса возможностей, у нас есть программы поддержки малого бизнеса. Там самые разные формы предусматриваются. И компенсация на приобретение оборудования, и компенсация на приобретение лизинга, и компенсация субсидирования процентных ставок по кредитам. Понимаете, есть огромная сегодня линейка инструментов, которые поддерживают предпринимательство, в том числе и инновационное. Мы слабо этим пользуемся. И надо, вот мы когда беседовали с Владимиром Анатольевичем по поводу того, как работает наш университетский округ, мы говорили о том, что давайте мы сейчас проведем, может быть, какую-то сессию, какую-то научно-практическую конференцию на территории промышленного округа, у нас сейчас построен промышленный округ, Ступина-1, может быть, на территории осудоэкономической зоны, тоже надо подумать. Давайте мы проведем какое-то мероприятие со студентами, с нашей научно-технической интеллигенцией. Давайте мы подумаем, какие проекты мы могли бы развивать, что нам для этого надо. И в ту же заявку, мы готовы сегодня направить заявку на формирование кластера, и уверяю вас, что если у нас будет хорошее предложение, то нас поддержат. Но мы должны понимать, когда задают вопрос, на что будут использованы деньги, сразу видите ответ, деньги будут на приобретение там чего-то, а ведь смысл-то вопроса, не на что израсходы, а что они дадут эти деньги, понимаете? Поэтому, если мы с вами сможем таким образом перевернуть свое мышление, а что мы дадим, понимаете? Какое техническое решение, какой образец может быть опытный, может быть, что-то в Сирию запустим. Вот на эти вопросы нам надо уметь отвечать, так, чтобы наша аргументация, чтобы она была воспринята. Вот, поэтому я думаю, что мы еще раз поблагодарим организаторов этой встречи, поблагодарим ребят, которые трудились на презентации этих проектов. И, безусловно, пожелаем всем нам, вам, пожелаем успеха в этой работе, потому что Ступино, вот как показывает практика, показывает история, всегда Ступино было на острие технической мысли. На острие современных организационных, управленческих, экономических решений. Поэтому нам надо эту работу, безусловно, продолжить, и, безусловно, она отличается успехом. Спасибо большое. Спасибо. Попробуемые друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...